Добрый день уважаемые коллеги рад всех видеть ну наконец мы собрались в Питере в традиционном месте как в прошлый раз когда была определенная спонтанность и неожиданность ну а за это время за этот год конечно накопилось много чего интересного и неожиданного вот ну и в первую чуть вот на что я обратил внимание это конечно новелла такая супер я считаю новелла это усиленная неквалифицированная электронная подпись которая так сказать нас начинает теснить квалифицированную обычный пользователь не понимает значит где что чего куда ему бежать туда ли сюда ли что можно что нельзя поэтому вот значит предлагается разобрать это направление в частности ну и вот конечно прозвучавшая информация о том что у нас 24 удостоверяющих центра аккредитовано уже сейчас и видимо еще будет ну вот как-то мы на самом деле не совсем похоже к этому стремились напомню что в соединенных штатах всего 5 вот ну а в каких-то африканских мы бы там но их много а у нас было 500 ну правда вот в 20 раз пока что сократились дай бог чтобы дальше не сильно расширились вот значит почему бы появляется вот эта самая усиленная подпись ключом которой извиняюсь за тавтологию ну вот я бы сказала изюминкой является госключ вот который произносился вот госключ почему наш человек обычный он доверчивый он когда говорит это государство слышит государство как начать ему доверять вот и поэтому госключ это как бы такая вещь особенно доверенная она так сказать вот как бы сразу бы надо ей довериться но как водится в нашем то деле в безопасно вообще говоря все проблемы или когда чуть где черта он в деталях вот поэтому я решил посмотреть все таки а как это в деталях тону будет выглядеть вот ну и для начала везде такой тезис обязательно без бумаги без бумаги да вот это вот без бумаги это конечно очень великолепно на хотя я честно не очень понимаю почему это великолепно вот если кто так совет владеет какой недвижимости писался получить какую бумагу да на этот счет или какой документ удостоверяющий так сеть владение то он прекрасно хорошо жить при осведомлён что тот документ который ему распечатает подтверждающего вложения владеет владение с подписью с квалифицированной подписью до организации кадастр например действительно течение трех секунд то есть уже после того как вы его получили он не действительно на самом деле вот ну и поэтому вот давайте посмотрим как-то без бумаги ну первое что сразу же бросается в глаза что нигде нет точного описания что это такое вот это вот всегда настораживает потому что всякая прохиндиада изменяюсь начинается именно с того что как бы не все надо сказать а лучше вообще как можно меньше сказать мать вот поэтому я попытался как-то выяснить вы хотя бы по имеющимся данным восстановить саму технологию ну вот она здесь представлена там видите пять функций где-то отмечено что есть нет ну вот хочется остановиться на трех пунктах на третьем где датчиком случайности является сам пользователь вот ну то есть если вы прикоснулись то значит как раз значит будет а если не прикоснулись то тоже будет а ведь часто ведь не прикасаются эти масса ведь пользователя миллион тогда возникает вопрос а как оно тогда будет вырабатываться ну вот значит пункт четвертый мне лично кажется самым таким тяжелым значит полное соответствие с варфона и физической личности ну вот так все тем не менее это как бы а получается предполагается дальнейшая детализация позволила ну как бы восстановить ну вот здесь вот что хочется отметить вот значит первое все это основано на том что есть личные явки говорят да есть личная фиксация да но где это личная фиксация на почте да когда вы вход как вы вспомните как вы получали пароль госуслуг вы приходите на почту предъявляете паспорт служительница почты смотрит в него хлоп хлоп и все она ведь не проверяет паспорт не смотрит его там на этот самый на подделку на этот самый на ультрафиолет хотя бы хотя там довольно много степеней защиты вот ну и дальше все так сказать идет своим очередном вы получаете пароль и вы все вот вы и пароль это уже одно и то же и так сказать уже идет полное доверие дальше к порталу госуслуг подчеркиваю что госуслуг и здесь вот из этого хочется значит ну тоже точного описания конечно нет потом приходит подписанный значит ключом электронной подписи портала госуслуг сертификат на вашу м на самом деле вот откуда пришло чего уж пришло это конечно восстановить то есть удастся точно установить невозможно вот и поэтому вы так полностью доверяете этой вот системе взаимодействия вашего смартфона подчеркиваю не вас а вашего смартфона системой провайдер тире значит провайдер сайта все это значит ориентирована в первую очередь на облачной технологии это как вот бы является ну самым что ли великим достижением вот потому что госключ он и тоже облачный как бы подразумевается а раз госключ облачные значит и технология облачная вот значит на самом деле конечно есть облачные технологии с полуоблачные я сейчас не буду вдаваться в особую там систему классификации облачных технологий вот но главный тезис вот обычно звучит там где ключ там и главный опасный вот пункт 3 да вот а на самом деле это не совсем верно не совсем верно конечно да утечка ключа это вещь опасно это вещь страшно но гораздо худшая проблема за всем за этим стоит это проблема удаленной идентификации физического объекта то есть клиента вот на мой взгляд это самое трудное ну и вот пункт четвертый я считаю центральным местом доклада чему я значит всех и призываю значит а именно вот будут вводить коллеги значит мои значит по защите информации до подпись вот здесь такое предложение есть вот она заключается в том что ввести градацию числовую градацию оценки надежности аутентификации для разных уровней к цель и не только к цену и кабы и к вот тогда тогда ну вот я уже вижу скептические взгляды почему потому что да как же это он будет доказывать то потом а вот я извиняюсь а вот так ты доказываете вводите модель аутентификации да утверждаете эту модель согласовывать а как происходит утверждение принадлежности к ц как к ц как к б именно так именно так то есть проводится анализа почему-то считается самая важная вещь так идентификация личности она как бы так все это вот либо есть либо нет так не бывает всегда есть какой-то параметр я уже неоднократно выступал и критиковал наш замечательный стек относительно того что многие из требований у них чисто декларативные да нет а так не бывает ну например аддатный доступ есть нет извините а есть еще надежность этого мандатного доступа с какой вероятностью он так если мы посмотрим на требования фсб то они по криптографии они принципиально другие там все параметры не да нет они числовая оценка вот этого да нет с помощью вероятностного ли определения либо с помощью прямого конкретного определения например как гост как алгоритм госта или как алгоритм того же самого кузнечка которому ничего не знаем вот значит поэтому вот и здесь надо просто ввести параметры понимаете если мы не введем этот параметр но мы и дальше так и будет есть а вот идентификации нету а с какой надежностью ведь сами понимаете если я осуществляю сделку на миллион с кем-то то это одна на миллион рублей а если я осуществляю сделку дай бог когда-нибудь на миллион долларов да то тогда это совсем другая другая песня точно должен знать кто мне или я ему да не дай бог вот значит поэтому здесь вот она вероятно знаю в живую появляется от нее тишь никуда не уйдешь на самом деле поэтому вот я призываю фсб рассмотреть такую возможность причем нормировать это значит значение для каждого из уровня защищенности электронной подписи ну вот тоже основной тезис усиленной электронной подписи заключается в чем да это квалифицированная подпись но почти а что значит почти но как бы вот она и квалифицированная но как бы и не совсем потому что некоторые условия которые этот вот тяжелый фсб понимаете ли заставляет нас исполнять они тяжело исполняются и не позволяют направо и налево эту подпись самоиспользовать но продать квартиру с кухни прямо из кухни пришел там все позавтракал или наоборот не позавтракал и продал квартиру да так вот раз раз вот а вот это квалифицированная подпись не позволяет поэтому мы сделаем облачную усиленную ну и вот по любым деньгам ну вот так что же не бывает понимаете вот на самом деле то есть не уже было извиняюсь вот тут я не прав было было помните на котенческий набережный пару-квартир умыкнули но потому что котенческой набережная по и страховки поэтому сразу убрали этот влияет вот причем как так оперативно я в гос дума это совершенно просто восторг берет вот этого это реальная оперативность ну вот эти и тем более вот значит смартфон это физическая личность если бы посмотрите в усиленную электронную подпись да не квалифицированballs Ну там прям четко, ну четко прослеживается, вот вы и смартфон, вот он, вот он, прямо вот вы, да, я, конечно, его держу тут, но это же не значит, что он на самом деле моя личность. У него же столько там всякой электроники и программного обеспечения, что поручиться за него как-то страшновато. Поэтому я вот взял, переписал, так сказать, те, что ли, признаки или параметры, которые идентифицируют смартфон, да, и с личностью. Ну вот их пятеро я нашел, может быть даже еще есть, ну и все, все пять позиций могут быть подделаны и изменены, понимаете. Поэтому, а к некоторым из них доступа обычного пользователя нет, и поэтому, так сказать, вы оказываетесь при взаимодействии с другим человеком, да, тем более с посредством портала госуслуг, портала любого портала, не только госуслуг, но и другого облачных технологий, вы оказываетесь в очень таком тяжелом положении, когда вы, собственно, не знаете, с кем вы реально общаетесь. Вот теперь, значит, вот из этого слайда я бы в первую очередь обратил внимание на первую. Это, значит, отказ от электронной подписи со ссылкой на хакера. Все как-то почему-то думают, что вот у него смартфон есть, смартфон есть, да, и вот он, так сказать, как его сделал производитель, так оно и хорошо. И вот он же ведь, наверное, хорошо сделал это, да, правда? А на самом деле, если я хочу схимичить или сжулить, а именно так я и должен рассматривать, как мы все безопасники рассматриваем, как у нас противник-то, кто внутренний противник, да? Значит, кто-то хочет отказаться от подписи, значит, совершившись сделку, потом повернуть, то есть вернуть ее назад, да? Это вообще очень частый способ мошенничества. Вот, для этого я что сделал? Я подготовлю смартфон-то, я с ним поработаю, причем поработаю так, чтобы потом никто не докажет, что я поработал, потому что он у меня есть, он в полном моем владении, и я с ним могу с помощью квалифицированных специалистов так поработать, что мало никому не покажется, чтобы потом отказаться от этого дела. Вот, поэтому вот это вот одна, а почему-то вот эта функция, вот такая возможность совершенно игнорируется, совершенно не учитывается, что такая работа может быть проведена, и говорится, что там типа это сложно и так далее, и так далее. Ну, понимаете, сложность, понимаете, вот реализация средств защиты, причем контроль этих средств защиты со стороны облачной той же самой технологии, он совершенно, так сказать, минимальный. Ну, и вот четвертый пункт в сочетании с пятым, просто как примером, извиняюсь, я взял одну из фирм, но паперс, да, а коммерс, мэрс, двумя мэ, вот там, значит, вот это но паперса предлагается, но никаких ответственность фирм не несет, когда вы читаете их юридические документы, которые вам предлагается принять, да, то вы полностью оказываетесь в полных дураках. То есть вы за все отвечаете, вы все, вы все есть, фирма ни за что не отвечает, никто ни за что не отвечает, и, так сказать, и коллектив, оператор сотовой связи, и провайдер сайта электронной подписи, он, так сказать, на вопрос, кто виноват, отвечает мы. А как вы знаете, если вы хотите угробить дело, то назначьте двух ответственных, потом вы концов не найдете. Ну, это, так сказать, тривиальное управленческое действие, которое мы все хорошо знаем, руководители, вот. Ну, и вот здесь, и здесь мы это тоже имеем в ярком проявлении. С одной стороны, оператор сотовой связи, с другой стороны, провайдер сайта электронной подписи, а еще провайдер сайта этой самой, значит, облачной технологии. В общем, все, концов потом никак не сыщешь. Ну, и вот, так сказать, я обещал, что цена риска будет, что будет оценен риск, это, так сказать, интересно. И все как-то забывают, что в оценке риска есть два параметра. Это, первое, цена самой сделки или цена убытка, да. И, с другой стороны, вероятность произведения их и дает цену риска. Вот. Так вот, на самом деле, вот здесь я привел некоторые циферики, их можно потом пообсуждать, да. И принципиально, мне кажется, вот какая. А какова вероятность обмана в усиленной неквалифицированной электронной подписи? Вот кто бы это, так сказать, посчитал, да? Причем не случайный, как всегда считают, не случайный, а целенаправленный. А целенаправленный, значит, если у меня сделка большая, я знаю, я могу направить очень большие усилия и хорошие деньги на то, чтобы эту штуку подделать. Понимаете? Вот в чем все делали. И тогда вот эта вероятность подделки, она подскакивает до, фактически при больших деньгах, до единицы. Понимаете? Вот. Поэтому вот как соотнести одно с другим? Вот это как раз и является самым, на мой взгляд, тонким местом, где, значит, где нужно произвести, вот это, то есть сделать эту зависимость. Как из нее выбраться? Ну, например, для систем электронной подписи, кстати, квалифицированной тоже, КЦ 1, 2, 3, сделки не более 100 тысяч рублей. А для КБ, пожалуйста, значит, хотя бы там миллион рублей. А для КА можно и 10 миллионов. Ну, это вот, это чисто мои так, что прикидочные вещи, да? Это исходя из того, что вот я оцениваю вероятность подделки там от 10 в минус 1 до 10 в минус 3. Вот. Ну, считаю, что все-таки КА более надежная система, чем КЦ, да? Вот. Ну, вот тут еще пятый пункт, который тоже никто не учитывает. Одно дело, я разрабатываю систему нападения для, значит, для одноразовой реализации. И другое дело, когда я вкладываюсь деньги в массовую систему, которая потом будет работать повсеместно и, так сказать, пылесосить лохов, извиняюсь за выражение, направо и налево. Вот это вот совсем другое дело и совсем другие возможности по, так сказать, вложениям. Ну, и, соответственно, результаты тоже будут другими. Вот все-таки первое, и мы, надеюсь, еще раз услышим от Трастта, значит, что за алгоритм в деталях. Ну, как-то вот все-таки анализ экспертами алгоритма работы, это хорошо, но вот относительно сертификации усиленной неквалифицированной подписи. До сих пор ФСБ на этот вопрос отвечал очень просто и конкретно. Мы к усиленной неквалифицированной электронной подписи не имеем никакого отношения, отойдите. Вот сейчас не знаю, вот, Саша, как ты думаешь, изменилась эта позиция? Не изменилась, замечательно. Значит, нет, ну вот этого я тогда уже вообще не понимаю. А вот ограничение сделок, пункт 2, мне кажется, это просто, так сказать, ну, критически необходимо. Если вы сейчас посмотрите постановление правительства об эксперименте, там очень аккуратно сказано, между прочим, до декабря месяца. Это, значит, после выборов и когда правительство будет устаканено. Там, значит, сделки ничтожные. Ну, вы понимаете, там оплата телефонного трафика, там это ерунда, все это копейки, да? А потом там машину собираются продавать и, по-моему, даже квартиру. Вот, так что там, на самом деле, замах приличный, с чем, конечно, надо будет очень аккуратно обращаться. Вот, ну, в третий я уже говорил, а вот насчет четвертого и, главное, пятого пункта. Вот, вы знаете, меня что больше всего удручает? Выходят разработчики какой-нибудь системы идентификации, там, по лицам и прочее, и начинают бить себя в грудь. А сейчас я спрашиваю, а какая модель-то в начале? А? А вот вы, говорите, вероятность, а вы как считали? А я вот взял, значит, провел там сто экспериментов. А каких экспериментов-то? А какие экспериментальные условия? А вы их где зафиксировали? Дайте описание. Ну, когда спрашиваешь описание, сразу говорят, ну, вот какой зануда, понимаешь ли, появился. Ну, да, я зануда, да, вот я доктор физико-математических наук зануда. Я привык вначале строить модель математическую, потом ее рассчитывать, а потом проверять результат на эксперименте. Вот так на самом деле делаются нормальные научные работы, да? И так должно быть сделано и здесь. И нельзя полагаться на то, что разработчик, который кровно заинтересован в том, чтобы его подпись пошла, чтобы его метода оценки личности пошла, чтобы его метода сравнения фотографии с физиономией пошла, ну, так не пойдет. Так не пойдет. Нужно проводить независимую экспертизу. Для этого есть чудесная организация. Академия криптографии, которую создали более чем 20 лет назад, вот, и которая накопила гигантский опыт на этот счет, и уж с этим точно совершенно разберется. Вот. Ну, я думаю, впрочем, и восьмой центр, конечно, может разобраться. Тем более, что... А, напоминаю, в прошлом году, в прошлом году, на прошлом ПИКИАИ, Минцифра обещала, заявила, что, а, наконец-то, идентификация личности по фотографии обрела своих регуляторов. И этих регуляторов два. Я извини, что опять два. Я уже говорил, что такое два, знаете, два, значит, никто. Вот, значит, это Минцифра сама, и ФСБ, восьмой центр, тоже, так сказать, под это дело подписывался, да. Вот если мы поднимем видеозапись выступления вот этого самого мероприятия, да, выступления этого самого... Я не злой человек, ну... То есть я не злопамятный. Да, я злой на памяти у меня хорошая, да. Вот. Так там как раз вот Минцифра била себя в грудь и говорила, что да, вот мы, наконец-то, уже разберемся со всеми этими вероятностями, со всеми... Но как-то вот я что-то не услышал ни в одном, ни в другом поступлении. Вот шестой пункт у меня просто вообще, я считаю, в заключении, он заключительный пункт, он вполне такой правильный. Вот юридическую, моральную ответственность партнеров госуслуг и самих госуслуг. Вот что, на мой взгляд, совершенно невозможно. Потому что, что же, государство будет компенсировать потери от этих хулиганств, да? Ну, это как-то вы все представляете. Ну вот, на этом я, пожалуй, заканчиваю. Спасибо за внимание. Аплодисменты.